В этом году столичный метрополитен должен пополниться тремя новыми станциями. И все они расположены в развивающихся районах Москвы. Две из них, Солариево и Румянцево, появятся в Новой Москве на юге Сокольнической линии. И еще одна – технопарк на Замоскворецкой линии в районе завода ЗИЛ между действующими станциями Коломенска и Автозаводска. По словам метростроителей, возведение инженерных объектов в городской черте оказывается значительно сложнее, чем за МКАДом. Нужно посадить станцию на действующие линии метрополитена и сохранить существующие инженерные сети и коммуникации. В данном случае мы разработали объемно-планировочные решения станции таким образом, что станция у нас получилась оптимальной по ширине, что позволило нам не перекладывать существующие электрокабели, ну и большинство инженерных коммуникаций. В декабре 2015 года откроется северный вестибюль технопарка. Он рассчитан на пассажиропоток в 14 тысяч человек в час. В дальнейших планах метростроевцев обустройство южного вестибюля, который будет достроен по необходимости. Тогда можно будет говорить о пассажиропотоке в 20 тысяч человек в час. Кроме того, в районе технопарка появится надземный пешеходный переход, который позволит людям попадать на станцию прямо с автобусной остановки. Сейчас идет застройка территории ЗИЛа, развитие там и жилого кластера, и общественного кластера. И с противоположной стороны Андропова планируется строительство развлекательного центра. Возникла необходимость в этой станции, чтобы перераспределить пассажиропотоки с Коломенской и с Автозаводской. Уже в ближайшем будущем альтернативных вариантов перемещения в районе ЗИЛа станет намного больше. По планам правительства Москвы в сентябре 2016 года откроется движение по Московской кольцевой железной дороге. А транспорт на пересадочный узел ЗИЛ будет соединен с технопарком наземными видами общественного транспорта. В дальнейшем пассажирские потоки снова изменятся за счет строительства третьего пересадочного контура Московского метрополитена, который пройдет через станцию Каширская за Москворецкой линией. Сейчас, глядя на посыпаемую снегом станцию, утопающую в строительных лесах и заборах, невозможно даже представить, что уже через месяц она будет принимать и отправлять пассажиров, приняв на себя пассажиропоток наземного транспорта и соседних станций метро. Тут процентов 95 уже станции готовы, построены. Уже существует построена фундаментная плита, возведены металлоконструкции, заканчиваем отделку фасада. Люди работают над интерьерами, проложены и расключены уже кабеля жизнеобеспечения станции, установлено оборудование, ведется пустоналадочная работа по помещениям. Монтируется уже каркас светопрозрачной конструкции. Мы закончим монтаж каркаса, это буквально два дня, и начнем уже укладывать стекло. Через два дня здесь уже не будет идти снег, будет отделанное помещение. Чтобы не останавливать движение по действующей ветке метро, все работы строителей необходимо было согласовывать с московским метрополитеном. В буквальном смысле каждая конструкция была установлена или построена под надзором. И даже несмотря на это, работы были завершены раньше срока. Обычно на строительство новой станции на действующей линии метрополитена уходит от пяти до пяти с половиной лет. Но строители уложились за два с половиной года. Продолжение следует...